Владимир Караник отметил, на текущий момент ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Рост и числа других респираторных заболеваний также не наблюдается. На стабильном уровне находится и количество пациентов с пневмонией. А сохранение режима работы некоторых учреждений здравоохранения области в ковидном режиме – мера логистическая. Организационные решения, которые принимались по введению дополнительных больниц в Кобрине и Столине, это во многом логистическое решение для того, чтобы не увеличивать нагрузку на тот же санитарный транспорт по перевозке пациентов, для того, чтобы дать возможность родственникам все-таки ближе посещать. Было принято решение эти больницы все-таки оставить в программе. Роста заболеваемости мы не видим, это просто перераспределение потоков пациентов, чтобы больницы могли оказывать наряду с лечением пациентов коронавирусной инфекцией еще и плановую медицинскую помощь. Несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, гражданская ответственность и соблюдение элементарного респираторного этикета все также продолжают влиять на уровень заболеваемости. Это видно и в Парунинской области, обсудили с коллегами, что это есть и в Брестской области, что люди начинают игнорировать меры безопасности. Если буквально полтора-два месяца назад в магазине встретить кого-то без маски было практически невозможно, то сейчас такие покупатели попадаются все чаще. Увеличивается количество необязательных контактов. И в этом плане улучшения погоды, весна, мы опасаемся, чтобы вот эти необязательные контакты, отсутствие меры социального дистанцирования, игнорирование использования средств индивидуальной защиты, не привело к росту заболеваемости. С точки зрения руководителя межрегионального штаба, социальное поведение людей в условиях пандемии во многом определит и возможную третью волну заболеваемости коронавирусной инфекцией. Владимир Караник заметил, что система здравоохранения полностью готова к изменению ситуации, способна полноценно оказывать помощь пациентам в случае роста заболеваемости. Что же касается массовой вакцинации, население против COVID-19 ее планируют начать в ближайший месяц. Как только вакцина появится в широком доступе и начнется производство, в том числе и на наших заводах, я думаю, мы оперативно развернем эту систему вакцинации, обеспечим массовую вакцинацию населения. Пока темпы среди угрожаемых контингентов, они адекватные, они достаточные. То, что касается массовой вакцинации населения, то вопрос, я думаю, в течение ближайшего месяца будет тоже решен, и этот процесс будет начат.